Только в Одессе на вопрос, чем занимаешься, можно услышать ответ, да ничем, работаю. Мы с оператором пришли на рынок Северный. С точки зрения Одесситы ничем особенным мы здесь заниматься не будем. Так, поработаем. А мы, собственно, уже начали. А незаметно, да? С вами программа «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молдова виноград. Полезный очень для гемоглобинчика. Очищает кровь. 35 гривен килограмм. Поменьше. Гроночки 25 гривен килограмм. Еще сорта, которые зимние, хорошо сохраняются. Это сурочанский. 35 гривен килограмм. Яловенский. Это тоже старые добрые сорта. Имеет мало косточек. 40 гривен килограмм. Очень тяжело храняться, но сумели сохранить. Кардинал. Лорочка. 25 гривен килограмм. И очень сладкий, но маленькая-маленькая бубочка. Это из старых добрых сортов. В народе называется зайка. Как он называется по-научному, никто не знает. 35 гривен килограмм. Кышмыш без косточек. Кто еще не наелся? 45 гривен килограмм. Мы все ждем подарков от судьбы. А она готовит нам сюрпризы. Аленушка, и каких же сюрпризов нам следует ждать от цен на груши? К сожалению, в этом году груша не уродила, как в том году ее было в море. В этом году цены немножко заоблачные, но она есть. Люди умеют хранить ее. С холодильных камер привозят. Самая крупная грушка. 60 гривен килограмм. Чуть-чуть ударенная хвостиками. 45 гривен килограмм. Но ее можно также на сок, запекать, делать фреш и что угодно. Средненькая груша. 50 гривен килограмм. Маленькая. 40 гривен килограмм. И самая маленькая, ну такая, на соке больше. И также можно делать чипсы в духовочку на 15 минут на пергаменте. 20 гривен килограмм. Спасибо, Аленушка. Ну что ж, все логично. Ну как при этой логике сделать, чтобы все были довольны? Я знаю. Расстрелять недовольных. На откусанном яблоке лучше увидеть целого червяка, чем его половину. Яблоки на рынке северный. Фуджи. Тверденькое яблочко. 25 гривен. Самое элитное, самое вкусное яблочко. Вот идет Моди. 22 рубля. Оно тоже тверденькое. Кисло-сладенькие. Это у нас Черный Принц. Тоже 22. Лиголь. 22. Вот яблочко Рихард. Твердое. По 25 рублей. Вот Ханни Кристи. Все яблочко холодильного хранения. Ханни Кристи почем? Ханни Кристи. 22 рубля. Пиново Семеринка я вижу. Пиново. Тоже 22 рубля. Тоже тверденькое, сладенькое. Семериночка тоже тверденькое. Все холодильничек. Семеринка почем? Семеринка 20. Вот еще есть яблочко. Кисло-сладенькое, тверденькое. Рубин. Почем? Рубин у нас по 22 рубля. И более мягкие сорта идут. Чемпион де Коста. Те по 20 гривен. Спасибо, Михаил. И помните, мы в ответе за яблоки, которые надкусили. Желание, на которое не хватает денег, называется мечтой. Рауф. О чем бы нам помечтать? Мандарины. Вкусные, сладенькие. По 3 гривен турецкие. Бескосточка, аплесины, сочные, 35 гривен. Трожжев турецкий, сочный, сладкий. Лимон. По 3 гривен? Кислый. По 30 гривен килограмм. Гранат турецкий, но сладкий, хороший. 50 гривен килограмм. Азербайджанский хурма у нас. 30 гривен килограмм. Очень вкусный, полезный. Хороший хурма. Если я не сразу отвечаю, это значит, в это время мой внутренний сарказм борется с моей внутренней добротой. Мои важнейшие из искусств – это искусство красноречивого молчания. Сейчас Владимир расскажет о ценах на зелень, а я буду красноречиво молчать. Смотрите, как я это искусно делаю. Лук 10 гривен, укроп, петрушка 10 гривен, кинза 10 гривен, шпинат, щавель по 10 гривен, рукола 10 гривен, кимьян у нас 10 гривен, розмарин у нас 10 гривен, базилик 20 гривен, риган целых 20 гривен за пучок, тархун 20 гривен за пучок. Демократия – это не говори, что думаешь, а думаешь, что говоришь. Сейчас в соответствии с демократическими принципами Владимир хорошо подумав, расскажет нам о ценах на салаты. А я продолжу красноречиво молчать. Одесский салат латук 8 гривен пучок, лола-роса 80 гривен килограмм, ледяной салат 100 гривен за килограмм, салат винтекс 120 гривен за килограмм, салат ромен 100 гривен за килограмм, редиска у нас, которой можно разбавить салат 20 гривен пучок. Айсберг – 70 гривен головка, стебель синдерея 60 гривен килограмм, корни – это чистое здоровье, корень петрушки 150 гривен килограмм, пастернак 80 гривен за килограмм, корень синдерея – это корень жизни 30 гривен за килограмм, имбирь – это чистый иммунитет 100 гривен за килограмм, корень хрена под холодец 80 гривен за килограмм, острый перец 60 гривен килограмм, микрогрин – это отростки молодого гороха, салаты на бутерброды очень полезная аж вещь, помидоры черри у нас 100 гривен за килограмм и чеснок 100 гривен килограмм. Спасибо, Владимир. Все хорошее требует расходов, все плохое требует расплаты. Так что хоть круть верть, хоть верть круть. Это было еще в те времена, когда сгущенку делали из молока, а молоко доили из коров. Ностальгически мы подошли к молочному прилавку «Рынк Север», Нанечка. В вашем хозяйстве молоко дают все еще из коров? Конечно. И почем нынче этот раритет? Молочко у нас на сегодняшний день 24 литра, сметанка собранная у нас 90 за литр, сметанка сепараторная 120 за литр, сливочка 150. Отец утром собирается на работу, берет яблоко, контейнер съебит там, творожок. Сын пяти лет смотрит на все это. Ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь творожок. Творожок обезжиренный, веянный, 60 гривен килограмм, средненький, прилитый топленым молочком, у нас 80 гривен килограмм, печной, жирный творог. Самый лучший на базаре 120 за килограмм. И есть у нас еще вот такой вот шедевр, топленый творожок двухслойный, 140 за килограмм. Ничто так не ограничивает мировоззрение, как размеры зарплаты. Брынза. Брынза коровья у нас сладенькая, очень вкусная, 140 гривен килограмм. Брынза козья у нас 150 гривен килограмм. Овечка есть свежая, уже есть свежая овца 150 и бочковая овца 140. Невозможно дать всем все, ибо всех много, а всего маланчика продолжим. Бывает у нас сулгуни, бывает классический, сулгуни бывает с укропчиком, укропчик-частный чок с паприкой, смешанный паприкой и укропчик. Бывает, делаем по заказу сулгуни с базиликом. Это все идет по цене 150 гривен килограмм. И лапша сулгуни идет 180 гривен килограмм. Масло со сливочки у нас 250 гривен килограмм, масло со сметанки 200 за килограмм. Спасибо, Анечка. А что вы хотели? Мало просто выйти на пенсию. Надо еще на ней удержаться. Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал. Мы попали в мясной корпус рынка Северный. Не промахнуться бы. Когда к тебе обращаются с просьбой, скажи мне только честно, с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Татьяна, скажите, только честно. Надеюсь, этой просьбой я не спровоцировал вас на вранье. Меня интересуют цены на свинину. Сегодня свинина на рынке Северном. Смотрите, начнем с биточка. 170-160. Шеечка в такой же цене. Филеечка немножко дороже. 180-170. Челогачик 160-150. Лопаточка на сегодняшний день 140-150 стоит. Задняя часть костречек яблочка и окорок. 160-150 гривен на сегодняшний день. По черевочек 140-130, по шиночка 140 у нас. Ребрышки 140-130 на сегодняшний день. Такие вот тоненькие обрезные ребрышки на первые идут по 60-50 гривен. Дарницкая сегодня 120-110 гривен стоит. Галяшечка 60-50, то, что идет на холодчик. Копытца 10-15 гривен штучка. А сало в зависимости от категории от 25 и до 100. Спасибо, Татьяна. Почему такие цены? А мы не спрашивали, почему. Мы спрашивали, почем. Ищите женщину? Лучше ищите деньги. Женщина сама вас найдет. Мы нашли женщину. Это Ольга. Она торгует говядиной на рынке Северной. Тебе остается узнать, сколько нам нужно найти денег, чтобы купить у нее эту говядину. Оленька, это сколько? Приветствую вас на рынке Северной. Телятинка на сегодняшний день у нас по такой цене. Задняя часть у нас 160-150. Лопаточка у нас 150-140. Шеечка у нас 120-130. Галяшечка 90. Гулеш у нас 90. Ребро, грудиночка у нас 75-70. И самое дорогое мяско, которое существует в Телятине, это филе 250 гривен. Печеночка у нас 150-140. Сердечка у нас 100 гривен 80 гривен. Легкие почки. Селезеночка 30 гривен. Любовь за деньги обходится дешевле. Сейчас мы узнаем, сколько денег нужно, чтобы любить баранину Оленька. Так сколько? Баранинка задняя часть у нас 180-170. Лопаточка 170-160. Каре 250 гривен, так и осталось по старой цене. Ребро 130-140. Разная цена бывает. Шеечка 130. Почечная у нас 160 гривен. И курдюк? Курдюк 250 гривен. Спасибо, Оленька. Тут как-то нет уверенности в завтрашнем дне. И какое оно будет завтрашнее дно. Самое сложное в успехе – это найти того, кто будет за тебя рад. Мы завершили съемки этого выпуска. И ждем аплодисментов. С вами была программа «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга. «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга. «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга». «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга». «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга». «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга». «Одесса делает базар» и я ее ведущий Геннадий Скорга».